Руби не мертв, Руби просто стал вампиром, а вампиры, как известно, живут вечно. И это хорошо, значит наш любимый язык никуда не денется. Он стал высшим существом. Все прекрасно, я рад представить вам нашего третьего на сегодня спикера Владимира Дементьева, который расскажет нам, почему Руби так хорош. Всем привет, рад видеть живых людей. Сейчас мы перейдем к презентации, но я долго думал, как мне отдать вам подарки. И я придумал первый вопрос, угадайте город. Это было бы слишком просто. Нет, нет. Кто сказал Чикаго, тот получает подарок. Лови. Да, Чикаго. Четыре года назад было время. Ну ладно, давайте тогда пойдем дальше. У меня тут таймер уйдет, но мой доклад последний, так что мы на него можем не смотреть. И да, как уже сказали, я буду сегодня говорить про Руби. Вот сегодня как раз уже за океаном, вот там в Чикаго в том числе, семьи собираются праздновать большой праздник американский. Странный, но праздник. День благодарения. Я его сегодня уже утром тоже отметил с семьей, как человек, немножко прикоснувшийся к этой культуре. Но сегодня буду отмечать, так сказать, здесь своей, можно сказать, профессиональной семьей. Вот, с вами. И теми, кто нас смотрит, если нас кто-то еще смотрит. Американцы разделывают большую вкусную индейку, а мы будем препарировать Руби. Вот, давайте приступим, так сказать, к обеду. Меня зовут Вова, если кто-то хотел узнать, это не так важно. Меня можно найти на GitHub, в принципе, другими соцсетями я особо не пользуюсь. Вот, я работаю в компании «Злые марсиане». Нас тут много, их можно отличить по футболкам, но не таким, как на мне, а с изображением, как правило, наших любимых марсиан, вот таких вот веселых. Вот, задавайте вопросы им, они все классные, вам много чего могут рассказать, не только про Руби. Давайте перейдем, собственно, уже к этому замечательному языку. О чем мы будем говорить? Там в программе, там что-то звучало. Местер Руби, что-то там, роль Руби. Я, короче, не помню, я так и не запомнил, какое название я говорил. Давно это было. Но что-то там про роль Руби вообще в целом, да, в разработке или что-то такое. Вот, тут можно зайти как бы чисто математически, посмотреть какие-нибудь циферки, там рассказать. Знаете, вот по вопросам же «Брейнс» Руби, вообще говоря, не очень. Язык, зачем мы о нем говорим? Но, как известно, статистика такая штука, если ее очень долго насиловать, то она выдаст вам верный ответ. В этот ответ, я считаю, не очень верный. Я нашел другую статистику. В ней очень много языков программирования, реально используемых сегодня. И Руби там на восьмом, кажется, месте. Это очень свежий отчет, это компетентное агентство американское, которое делает серьезные исследования. Я считаю, что восьмое место, в общем-то, из множества, это не так уж и плохо. Может быть, все-таки стоит обсудить, что это такое, этот Руби. Но мы не будем говорить о статистике. Для тех, кто с Руби не знаком, начнем с далека. Например, с таких сервисов, которые, вообще говоря, под капотом используют Руби. Наверняка каждый из вас знает хотя бы один из них. Скорее всего, несколько. А многие используют некоторые из них каждый день. Конкретно мы часто будем упоминать, на самом деле, сегодня вот этот вот значок. Это Shopify. И я вам рекомендую в ближайшее время следить за их соцсетями, блогами и так далее, потому что вы в очередной раз узнаете, какие нагрузки готов особенно выдерживать Руби ввиду того, что у нас сейчас там Черная Пятница, Киберпонедельник и прочее. А Shopify, как движок интернет-магазинов, очень сейчас подвержен, скажем так, высоким нагрузкам. И большая часть кода Shopify по-прежнему это Руби. Конечно же, не весь код. Понятное дело, что там есть что-то написано на других языках. Но, тем не менее, то, что приносит этим товарищам деньги, все еще на Руби. Давайте пойдем дальше знакомиться с Руби. Одна из фишек Руби — это его, скажем так, читаемость или похожесть на естественный язык. Код, написанный на Руби, в отличие, не знаю, от кода на Rust или на Erlang, да даже на Java, в общем-то. Можно прочитать и понять, что это делает, не обращаясь к справочникам, к словарям и так далее. Это действительно, в общем-то, одна из фишек языка. Но не главное. Я бы сказал, это следствие главное. Я решил копнуть немного в историю и открыл первое издание самой известной англоязычной книги по Руби. Так сказать, Programming Ruby. Там первое издание годов 2000, не помню какого, примерно пятого. Там прямо очень классно в предисловии написано, почему Руби такой клевый. Там, например, потому что там нет точек с запятой. Ребята, 2005 год, язык без точек с запятой. Это очень круто. Это революционно. Но там есть и другие фразы. Например, не нужно писать дополнительные слова, чтобы удовлетворить компилятор. Ну, там вообще нет компилятора, в прямом смысле. И так далее. То есть много интересных эпитетов в пользу Руби. Но все они основаны на философии, которую, в общем-то, придумал создатель языка. Создатель, которого зовут в народе Мац. Полностью его имя можно назвать как Юкихиро Мацумото. Хорошо, я оставлю этот слайд. Я долго его редактировал в фотошопе. Он стоит того, чтобы сфотографировать. Но мы еще вернемся к этому сериалу. Юкихиро Мацумото. Две мысли вложил он в язык. Первое — это то, что Руби — это язык, который должен делать разработчика счастливым. По-другому, да, это в принципе та же мысль, но другими словами. Это язык, который позволяет сконцентрироваться на том, что важно вам, а не, собственно, интерпретатору, компилятору и так далее. Без лишнего стресса при разработке. И пока другие языки заботились о суперпроизводительности, супербезопасные модели работы с данными, Руби продолжал следовать своей философии, делать разработку приятной, а не такой, как на других языках. Ладно, не будем никого обижать сегодня. Мы добрые. Мы же в Руби. У нас еще есть другие мантры, что мы очень добрые. Не буду сейчас полностью говорить, но неважно. И мне, я тут недавно начал смотреть один сериал, вы уже поняли, какой. И мне очень заделал один эпизод, буквально там второй, ну или третий, когда тренер футбольной команды, вместо того, чтобы налаживать игру, не знаю, улучшать физуху, технику и так далее, то, что делают другие языки, которые работают на цель для конечного бизнеса, чтобы быстрее или меньше памяти и так далее, какие-то количественные показатели, он заботится о мелочах. Ну, в данном случае о мелочах, а в нашем случае он заботится о людях. Потому что, в принципе, с точки зрения бизнеса, рабочих, которых пишут код, это, в общем-то, в каком-то смысле мелочи. Им деньги приносят другое. Но заботиться нужно именно о тех, кто пишет код, и тогда, на самом деле, вы получите результат. Нельзя сказать, что там хэппи-энд, но я, правда, только первую сезон посмотрел. Без спойлеров, пожалуйста. Но, тем не менее, можно провести некоторую аналогию. В общем, такая история. Давайте еще немножко вернемся к истории. Откуда вообще Руби черпал свои идеи? Руби — это некоторая комбинация, в основном, двух языков. Это Smalltalk 80 и Perl. Немножко Руби взял даже от Пайтона, который появился там чуть-чуть раньше, но уже был довольно известен. И, возможно, как бы похожесть синтаксис, которая с первого взгляда кажется, она не случайна. Ну, здесь Lisp даже не попал, потому что, на самом деле, ну, я не знаю, это не я придумывал, там есть ссылка, вы можете поспорить. Конкретно довольно много свидетельств о Perl, естественно, о Smalltalk'е. Лisp, возможно, просто уже позже из него было что-то подчерпано, но не в самом начале. И в итоге, как бы, собрав, можно сказать, лучшее, как-то объединив это, МАЦ придумал язык, который, как бы, должен делать нас счастливыми. Но язык — это, на самом деле, лишь какая-то некоторая основа, лишь почва. На этой почве должно было что-то вырасти, потому что язык без экосистемы он вас все равно счастливым не сделает. И, как оказалось, собственно, эта почва была плодородной. И в мире Ruby начали появляться крутые технологии, которые именно зацелены были на удобство для разработчика. Ну, например, работа с зависимостями. Бандлер, он до сих пор как бы существует примерно в таком виде, условно, с точки зрения API, как был раньше. Это один из первых менеджеров зависимости. Этот менеджер зависимости, который, в общем-то, породил довольно-таки недавнем прошлом. Yarn, Cargo в Rust, Compose или Composer, я уже забыл, PHP, они все вдохновлялись бандлером и этого, в общем-то, не скрывают. Здесь же можно краешком упомянуть и Hombro для Mac, менеджер зависимости для Mac. Но нельзя сказать, что он там как-то сильно связан с бандлером, но связан с Ruby. Одна из проблем, которую в Ruby решили очень давно. В Python до сих пор нет нормального менеджмента. Это зависимости. Сережа, Сережа. Дальше еще одна фишка Ruby и экосистемы. Это тяга к написанию теста, культура написания тестов. Я пока на Ruby не стал программировать, я, естественно, как все тесты не писал. Потому что как бы ни в одном учебнике, не знаю, что я там программировал, PHP, ActionScript, там про тесты практически ничего не писалось. Так, глава для самых одаренных. То есть для работы типа не надо. А в Ruby ты начинаешь с тестов. И то, что мир Ruby принес, как бы, в общем-то, миру веб-разработки, не только веб, это behavior-driven development с помощью spec-тестов, будем так называть, тесты как спецификация. Сама начальная идея там родилась в Java, Jbehave, но в той форме, в том синтаксе, с которым мы используем и в JavaScript, и это сейчас, там, не знаю, в Elixir, и в других языках. Это, на самом деле, началось все с арспека, который по-прежнему существует, живет и здравствует. И мы многие им до сих пор пользуемся. Дальше проблемы мы решали еще интереснее. У нас начало появляться, язык развивался, выявлялись новые версии, они стали несовместимыми, а как же работать одновременно с проектами, которые работают для разных версий. Надо как-то заниматься менеджментом версий. Появился RVM, потом появился RBN, который клонировали, питанисты назвали PNV, и так далее. Это тоже изначально, как бы, корни идут, в общем-то, в Ruby экосистему. Возможно, потому что там это было сделать проще, но я не знаю, тогда еще не программировал. Я до сих пор никогда не использовал эти инструменты, если честно. На мой взгляд, это костыли. На сегодняшний день. Дальше рубисты решили думать, а как нам деплоить? Придумали Капистрана, продали даже PHP-шникам. Остальным не получилось, но я свяжу не тот слайд у себя, извините. Не так важно. Да, 2006 год. Я, когда начал программировать в 2010-2009, я по FTP файлики закидывал, там по HP. Ну, вот такой был деплой, а оказывается, уже был Капистрана. Ну, я-то про него не знал еще. Но битрикс Капистрана не задеплоишь. Вот. Это все было направлено, на самом деле, не на более производительные приложения, это все направлено на удобство разработчика. Ну, и в завершении, наверное, этого списка, а может быть, это должно быть в начале, может быть, посередине, может быть, вообще можно было оставить только одно. Но больше всего для мира, естественно, разработки с точки зрения того, как делать так, чтобы было удобно и продуктивно, принесли рельсы. Можно много спорить и говорить, что рельсы убили на самом деле Руби, потому что теперь Руби без рельсов никто не мыслит. Но нельзя отменять тот факт, что рельсы принесли в мир веб-изработки просто огромное количество идей. И эти идеи где-то успешно были переняты, где-то были попытки, скажем так, просто склонировать рельсы, но из них, ну, только Laravel, наверное, можно назвать успешным. И даже, может быть, в чем-то произошедшем своего предка рельсу. Но все остальные не смогли добиться такого же уровня продуктивности разработчиков, работающих с этими фреймворками. И дело здесь просто в том, что у них отсутствует главный ингредиент, у них отсутствует сам Руби. Невозможно сделать рельсы без Руби, потому что язык, который позволяет реализовывать творческий, так сказать, потенциал, он и позволяет делать крутые фреймворки, прощающие нам жизнь. Чего не скажешь о других языках, хотя они, конечно, пытаются. И этим мы можем сказать, что, финализируя вот эту историческую часть, что на самом деле Руби заражает. Руби заражает другие технологии, экосистемы, языки. Идеи, которые есть в Руби, классные идеи, которые стреляют там, сразу подтягивают в других экосистемах, пытаются либо адаптировать, либо клонировать, и тем самым они распространяют на мир веб-разработки везде. Ну и даже за пределы веб-разработки тоже уходят, но об этом в конце тоже поговорим. Мы больше о вебе сегодня. Вот. Давайте перейдем ко второй части. Ну пока нормально с таймингом. Поговорим о том, что все-таки что Руби сегодня, да? Немножко вспомнили. Кто-то молодость, кто-то детство. Что с Руби сегодня происходит? Если вы давно в веб-разработке, то вы видели много мемов, там, Руби-мертв, Руби-мертв. Они начались где-то в 2017, наверное, году, в 2018. Как бы, я, честно говоря, не знаю, почему именно тогда, но это была довольно такая популярная тенденция. Вот. Есть вот сайт, который следит за тем, что мертв в Руби или нет. Вы можете всегда зайти и проверить. Когда-нибудь там, возможно, поменяется ответ. Но пока все стабильно. Давайте посмотрим, что из себя представляет Руби вот сегодня, в 2021 году. Что там вообще нового, как он развивается. Пройдемся по каким-то важным фичам. На днях, год назад, ну, недавно еще почти никто не использует, вышел Руби 3. Мажорная версия. Что же она нам привезла? Что же нового такого есть в Руби, что мы можем почерпнуть и перенести в свой любимый JavaScript? Есть паттерн-матчинг. Прямо как в Эликсире. Ну, или там в Ирланге, лучше говорить. Тут могут сказать питонисты прям как в питоне, но, извините, у нас раньше, на полгода. Не знаю уж, копировали вы у нас или нет, но очень похоже получилось, но чуть похоже. Могу потом объяснить детали. У нас появились типы. Динамический язык с типизацией, опциональной, с типами в отдельных файлах. Это как, не знаю, TypeScript, если писать код на JS, а отдельно в классе сигнатуры, вот примерно так же теперь можно на Рубе. Писать сигнатуры внутри пока нельзя. И, надеюсь, никогда не будет можно, но об этом чуть позже. И, наконец, у нас появились новые существа, ракторы. Это абстракция для параллельного выполнения кода, которая местами напоминает Ирланг и его актерную модель, а местами, в общем-то, напоминает Го даже, потому что это не похоже на работу с каналами. И мы можем видеть, вообще говоря, что Руби 3, там нет как бы ничего принципиально нового. Что-то похоже на тот язык, что-то на этот, что-то на еще один. И я подумал, когда об этом, думаю, блин, а Руби-то что-то, походу, новых-то идей не приносит. И вообще Руби превратился в некоторого вампира, который высасывает идеи из других языков и, в общем-то, превращает их в нечто другое. Вампиры, они же не просто высасывают кровь, они преобразуют свои жертвы. И в этом смысле я начал думать над этой аналогией и зацепился, и подумал, что это не так плохо. Руби не мертв, Руби просто стал вампиром, а вампиры, как известно, живут вечно. И это хорошо. Значит, наш любимый язык никуда не денется. Он стал высшим существом, сверхсуществом, как вам по многим версиям считают себя вампиры, если вы читаете фэнтези. Те, которые должны, так сказать, стоять выше человека в цепочке. Вот, ну, я бы все-таки вернулся немножко назад и сказал, что, да, идеи заимствуются, но они зачастую перерабатываются и пересматриваются, и во многом даже улучшаются. Но давайте про типы поговорим. Вот наш товарищ Мац, он часто говорит одну и ту же фразу. «I hate type annotations». Это правда, он прям так говорит, это прямая речь. Он их реально не очень любит. И есть к этому очень разумное, но немножко фантастическое объяснение. Объяснение заключается в следующем. Нет, не в этом, вот в этом. Это перевод вольный. Идея Мацца очень интересна. Он считает, что аннотации типов – это временный костыль. Мы просто не научились писать такие анализаторы наших программ, которые смогут эти аннотации, невидимо для разработчика, выводить сами. Вам не нужно… Это те самые лишние слова, чтобы было в Programming Group, которые нужны, чтобы компилятор вам сказал окей или не окей. Так вот, Мацца считает, что мы в будущем, мы не в таком далеком. Придем к тому, что нам не нужно будет это делать, и мы сможем анализировать программы сами, даже динамические, такие, как написанные на Ruby, и сами понимать, где какой тип можно, а какой нельзя использовать. И просто все будет работать без всяких типов. А значит, если мы затащим сейчас типы в язык, то, вообще-то говоря, когда они станут бесполезны, их хрен вытащишь из языка. Добавить изменения просто, но убрать что-то, какую-то фичу из языка, это очень сложно, практически невозможно. В Ruby есть там несколько интересных примеров, там суперфич, которые никто не использует. Может быть, там один код на GitHub есть, который их использует, их поэтому до сих пор не выпиливают. Ну, подробнее о типах я вас отправлю почитать на марсианский блог. Это первая отсылка на марсианский блог. Тут, наверное, нам стоит сделать паузу и позвать какие-нибудь вопросы. Я сказал, что аннотации типов в коде у нас не существует, но, наверное, те, кто знаком с Ruby, знают, что есть альтернативные точки зрения и есть сторонники другого подхода, что типы надо, значит, сигнатуры писать прямо в коде и костыли писать прямо в коде. Может быть, вы знаете, кто это придумал и как это называется? Сейчас про пломбир тоже расскажу. Да, это сорбет от Stripe. Stripe — это еще одна большая компания, которая использует много Ruby под капотом. И они как бы, они такие скользкие ребята, они говорят, что мы, вообще говоря, развиваем Ruby, вот мы там придумали свой тайпчекер, мы сейчас из него там компилятор придумали. Но он, правда, работает только с тайпчекером и только на нашей кодовой базе, но типа он работает. По большому счету они, пожалуй, создают конкуренцию Core Team, но мало чего приносят сами обратно. Так вот, у них есть альтернативный вариант типов в Ruby, прям с синтаксисом внутри, очень ужасным. Ну да, вы понимаете мои отношения. Кстати, про сорбет у меня тоже есть пост, но я не стал даже на него ссылку кидать. Зачем? Хотя там, в принципе, есть конструктивная критика, не просто набросы. Да, вот такая вот, в общем, мороженка. Но я думаю, что это останется вещью в себе, которая далеко не выйдет за пределы там, страйпа и некоторых энтузиастов, которые на это повелись. Да, вот Серега упомянул пломбир. Есть у меня такой секретный проект, пока пустой, который помогает вам избавиться от сигнатур страйпа в коде, если вы вдруг начали его использовать и передумывали. Когда-нибудь я его допишу. Да, логотип просто до сих пор не придумали. Вот, давайте, ладно, дальше пойдем. Если вам интересно стать участником команды пломбира, пишите. Я расскажу, что надо делать. Давайте поговорим про конкурентность, параллельность. Это одна из цитат из релиза 3.0. Вот, настала эра мультиядерных процессоров. Нам нужно как-то, вообще говоря, это использовать. Потому что Ruby, виртуальная машина, стандартного интерпретатора сишного, она работает на одном ядре, сам Ruby код, и не использует мощности всей системы. Давайте решим эту проблему. Решили, придумали ракторы. Вот такая вот сложная штука. Там порты, опять же, что-то веет ирлангом на самом деле. Очередь сообщений, они разгребаются, работают друг с другом. Не буду вдаваться в подробности. Рактор, в каком-то смысле, это усеченная версия виртуальной машины со своим внутренним локом. Лок этот существует в Ruby, в Python, например, с давних времен, который как раз-таки гарантирует поток безопасности самого Ruby кода. Точнее, просто не дает выполнять его одновременно в нравственных потоках. Но в ракторах таких локов становится по числу ракторов, и как бы мы можем наконец-то что-то делать. Но любая программа, которая работает параллельно в реальном жизни, сталкивается с проблемой. Проблемой того, что вообще говоря, а как теперь работать с памятью, с изменяемыми властями памяти. Кое их в Ruby, все, практически. И в ракторе есть даже специальный метод, который проверяет, типа, shareable, то есть можно ли этот объект использовать из разных ракторов одновременно. Как правило, это и мутабельные объекты, естественно. Вот. И они бывают shareable, бывают не shareable. Но правда в том, что большинство кода, которые уже написаны на Ruby, этих shareable объектов там большинство. И просто так его мигрировать на рактор совместимый код очень сложно. И делать это, может быть, кто-то и будет, но это долго. И на практике сейчас мы можем запустить только простейший код чистого Ruby в ракторе. Даже стандартная библиотека Ruby не рактор совместима в основном. Да, там я пытался вот HTTP клиент в ракторах запустить хоть какой-нибудь. Их там стандартный есть, есть там библиотеки. Ни один не работает на сегодняшний день. А это как бы, ну, блин, как бы базовая такая штука. Вот. Поэтому с ракторами проблема. И, скорее всего, они будут в ближайшее время использоваться как воркеры в JS. Вынести какое-нибудь тяжелое вычисление, очень изолированное в фон, чтобы там что-то там поделать и вернуть результат обратно в главный поток. Но помимо ракторов у нас есть, так сказать, абстракция с другой стороны. Абстракция существует с Ruby 1.9, то есть очень давно, но не так часто можно ее встретить в дикой природе. Называется она Fiber. И Fiber – это примитив для кооперативной многозадачности. Кооперативная – это когда у нас не некоторый центральный мозг, так сказать, как в системных трендах решает, когда кого переключить там по тайм-ауту или еще по каким-то условиям. А вот эти вот Fiber между собой договариваются, когда уступить поток выполнения другому Fiber. Поэтому кооперативно. Договоритесь, ребята, и вместе сделайте что-нибудь классное. Вот. Они не были популярны в Ruby долгое время, потому что, собственно, управление этими Fiber было полностью ручное. То есть вам реально нужно было там писать код, Fiber там yield, уступи, Fiber там продолжи выполнение и так далее. Это сильно усложняет написание кода, плюс большинство, опять же, библиотек не будет с этим работать. Короче, не особо полезная штука была для решения задач конкурентного выполнения кода. А вот в Ruby 3 сделали, собственно, шаг к решению этой проблемы. Мы перешли от ручного к управлению, можно сказать, к автопилоту. Теперь не нужно, есть возможность, точнее, правильно так будет сказать, эти Fiber, собственно, переключать автоматически, когда они начинают делать какую-нибудь операцию ввода-вывода. Ну, это прежде всего в конкурентных программах. Конкурентность достигается за счет того, что мы как бы распараллеливаем операции ввода-вывода, которые отдаются на отпуск в системе. Вот. Но самое классное, тут много описаний, какие-то операции автоматически работают. Это меняется одной фразой. Текущая модель Fiber, работа с Fiber позволяет весь существующий код практически сделать сразу совместимым с вот этим автоматическим переключением. И не нужно ничего самому менять. Не нужно никаких ключевых слов, типа там, асинка, вейт, добавлять в язык. Все работает как раньше, но при этом конкурентно. Вам только нужно реализовать Fiber Scheduler. В самом языке его нет. В самом языке дали только интерфейс. Возможность вклиниться вот в эти вот процессы и самим разрулить, когда кто должен уступить или выполнить свою часть задачи. А сам планировщик пока что, по крайней мере, реализует сторонние библиотеки. И я вижу в этом на самом деле даже плюс. В отличие там от других, опять же, языков, например, Go, который завязан на конкретных библиотеках для работы с IO, там, насколько я понимаю, сейчас до сих пор и Polo, и KQ, в зависимости от системы. Ну, на Windows, наверное, что-то там свое, я не знаю, что. Вот. Вы можете выбрать что-то новое, что-то, что еще в самом языке не поддерживается. Например, там сейчас на хайпе IO Uring. И уже для Ruby есть планировщик, который использует эту библиотеку. Это сейчас самая эффективная библиотека для работы с IO, для планировщика, для написания планировщика. И в этом я вижу плюс. То есть сам язык от этого не зависит. Вы в любой момент можете переключиться на нужный вам, который подходит больше под вашу задачу. Это круто. Это как раз то самое ноу-хау, которое пока нигде больше не было мной, по крайней мере, замечено. Возможно, это временное решение, и будет что-то в библиотеке, но, скорее всего, интерфейс останется. То есть даже если из коробки будет идти какой-то планировщик, вы сможете всегда переключиться на другой. В последнем пункте мы обсудили, что вот эта вот история с конкурентностью, она не ломает существующий код, потому что он просто будет работать с ней. Из-за того, что внутри сделали некоторые хуки. И это важная отличительная черта того, как Ruby развивается. У Ruby основной принцип – обратная совместимость. Много раз повторяется, мы не хотим такой проблемы, как было в питоне с перехода 2 на 3, или в Ruby с 1.8 на 1.9. Наверное, кроме Ruby, я знаю, только PHP тоже очень сильно страдает от того, что они топят за обратную совместимость, в правде говоря. Но, тем не менее, вышел Ruby 3, и да, там кое-какие ломающие изменения, конечно, есть, но они все исправляются за день, может быть, для большой программы, для маленькой библиотеки за 5 минут и так далее. Практически весь код работает без изменений. Ну и для этого, опять же, в предыдущих версиях 2.7 добавляли некоторые деприкейшины, чтобы люди заранее что-то могли поправить. То есть это все процесс очень постепенный. Вот. Ну, из интересного, мы топим за обратную совместимость, так сказать, что у нас старый код должен работать на новых системах, на новых версиях Ruby, но в Ruby мы можем и наоборот. Мы можем новый код запускать на старых версиях Ruby. В Ruby, в общем-то, наверное, первый такой вот серверный, скажем так, серверно-ориентированный скриптовый язык, который вдруг транспайлером обзавелся, в отличие там от мира фронт-энда, где, понятно, решали проблему совместимости браузеров и вот этого всего, понятную проблему. Вроде на сервере, ну, ты какую хочешь версию установил и работаешь, зачем тебе транспайлер? Но оказалось тоже полезно, потому что позволяет не зависеть, в большей степени авторам библиотек не замыкаться на текущих версиях, которые используют люди. Потому что, как правило, используют большинство версию, которая была там два года назад, да, две последних. Текущую никто не использует. А как, значит, вводить в язык новые фичи, если люди не могут даже их особо попробовать? Если большинство людей до сих пор ездит на старых. Ну, давайте попробуем дать им такую возможность. Ну, вот мы дали, работает. Вот, пока вроде неплохо. Ну, одна из главных причин, что можно попробовать, естественно, новые фичи до выхода версии и дать обратную связь. Потому что то, как развивается язык, он, ну, скажем так, диктатура, она имеет свои плюсы и минусы, но обратная связь иногда помогает избежать принятия странных решений. И такие инструменты помогают, собственно, этого избежать. Ну, давайте пойдем дальше. Руби, Руби, Руби. Там про рейсы еще надо что-нибудь поговорить. Вот есть такой парень, его зовут Тоби. Не знаю, не случайно в Твиттере его видел. Он недавно написал, что там Руби 3 и Рейлс 7 это как бы типа вообще будет бомбическая комбинация. Мы все, Руби просто сейчас будет эпоха возрождения. Все снова начнут писать на Руби. Спойлер, все продолжают писать на Руби. Поэтому, на самом деле, нехватка разработчиков на рынке. Но об этом в самом конце. Итак, рельсы. Что же в рельсах? Твиттер-анализ продолжается. В рельсах, тоже, кстати, не знаю, кто это, спукишват. Но, кажется, они работают в одной компании. С Тоби. Он просто в восторге от того, что будет в Рейлс 7. Рейлс 7 все еще не вышли. Скорее всего, они выйдут весной на очередном Рейлс конф. И, да, релиз будет достаточно бомбический. Самое классное, что там не будет нод-модулей. Вот, понимаете, мы будем фронт-энд писать и без нод-модулей. Классно? Классно, мы будем. Посмотрим. Но давайте поговорим об этом подробнее. Что у вас случилось с веб-разработкой за последние, там, 10 лет? Она превратилась в, скажем так, битву двух агерей. Бэкэндеров и фронт-эндеров. Если раньше у нас была рельса, HTML, jQuery, погнали. CoffeeScript обязательно. Кстати, тоже штука родилась, по сути, в мире Ruby. И, не знаю, может быть, без CoffeeScript мы так быстро не получили, наконец-то, TecmoScript 6, который, в общем-то, мотивировал и некоторые идеи подсказал. У нас, ну, вернемся назад, да, разработка стала сложной. У нас отдельно бэки, отдельно фронты. Этим плати, этим плати, этих нанимай. Короче говоря, дорого, долго и ломается вообще во многих местах. Вот. В мире Rails мы видим возвращение, так сказать, full-stack подхода. Здесь, да, у меня есть большой доклад на эту тему с подробностями, но здесь я сегодня чуть-чуть расскажу какие-то основные идеи, за счет чего в современной разработке на Ruby и Rails мы можем достичь того же уровня, не знаю, интерактивности, сложности, практически того же, для большинства, по крайней мере, приложений того же уровня, что и при использовании сингл-пейдж фреймворков из мира фронт-энда. И основная здесь идея, конечно, она стара, она такая же, как была изначально в Ruby и Rails, это HTML of the wire. Я не смотрю в камеру, вообще я забыл про нее. Соряд. Ну ладно. Я вспомнил, что есть камера. То есть идея в чем? Что сервер контролирует то, что отображается на экране, в том смысле, что конкретная HTML, за него отвечает сервер. Ну там, в 99% случаев. Клиент, он лишь служит, там, тонкий клиент, да, как бы JavaScript это тонкий клиент для этого, для сервера. Состояние, в общем-то, контролирует сервер и все остальное. За счет чего это достигается? Ну, Rilisa продвигает свой вариант, свою магию под названием Hotwire. Она используется в Basecamp'е и в их новом сервисе Hey, типа убийца Google'а, Gmail'а, в смысле почтовый клиент. Вот. Такой симпатичный. Вот. Что такое Hotwire? Это, на самом деле, набор инструментов. Там есть так называемые Turbo Drive и Turbo Frames. Если вы когда-то слышали про Turbo Links, это, в общем-то, они же только, в общем-то, новые версии. Как я говорю, это SPA для бедных. Не в смысле помыться, а в смысле вот этих Single Page Application. Почему? Потому что он делает из любого обычного приложения, которое просто там навигацией, формочками делает переходы, обновления страниц. Он с точки зрения браузера делает Single Page. Реальных переходов нет. Все события перехватываются, в фоне делается AJAX-запрос, соответственно, из него отберется ответ, но только там его тело, и подменяется с помощью JavaScript. А все это как бы прозрачно для разработчика. Но если Turbo Links действительно был как бы, и с ним надо было, короче, бороться, то в Turbo, ну, по крайней мере, на моей практике, реально поправили практически все, и можно просто ставить, запускать, и оно работает. Вот. Но это часть решения проблемы. На этом далеко не уедешь. В современном мире мы данные не только там по действию пользователя хотим на странице обновлять, но и синхронно, по событиям, которые происходят где-то еще. Иначе говоря, нам нужны так называемые live updates. И для этого у нас там в Hotwire идет Turbo Streams компонент. Это обновление HTML через веб-сокеты асинхронно с сервера. Вот. И это все сверху приправливается минималистичным фреймворком для NGS стимулсом, но это для тех случаев, когда вам нужно что-то там маленькое сделать там чисто на клиенте, не трогая сервер. Или как-то подкорректировать работу там стримов. Вот. Но в совокупности все контролируется по-прежнему сервером. Что ж такое-то? Стимулс. Вот пример простого стимулс-контроллера. Тут терминология опять же рельсовая. Вышти e-mail, и вы определяете, прицепляете этот контроллер через дата-атрибуты, определяете класс в JavaScript. И какую-нибудь там функцию на него накладываете, чтобы он что-то там делал. Вот. Все это там просто. Есть аналоги AlpineJS, например, которые как бы не привязаны. В принципе, стимулс тоже к рельсе никак не привязан, хотя его, конечно, мало используют вне. Но сам подход, в принципе, распространен в других и другими представленными библиотеками. Ну, про Hotwire много говорить не буду. Есть ссылка, QR-код, пост. Классная иллюстрация к нему. Мне она нравится, например. Вот. И тут, собственно, вопрос. Я забываю об этом, но еще носки. Что вдохновило нас на создание этого логотипа? Конкретней? Ну, это логотип конкретного альбома, на самом деле. Ну, он просто на Metallica тоже похож. Ну, ладно. Но он созвучен просто Hotwire. Ладно, кто первый сказал Metallica, давайте. Это провода, и вот это там, на самом деле, это еще похоже на конкретную обложку Hardwire. Hardwire-альбома. Собственно, поэтому он появился здесь. Ладненько, пойдем дальше. Ну, Hotwire, честно говоря, штука такая. Она очень рельсовая в том смысле, что, как и рельсы для реально продвинутого использования, вам придется кучу всего снаружи доделывать либо самому, либо искать библиотеки. Потому что из коробки все-таки много, но не все. Есть более взрослый и более развитый фреймворк для реактивных приложений HTML Overwire для Ruby, ну, рельсы на самом деле, который называется Stimulus Reflex. Но, как видите, он непростой, поэтому больше одного слайда я ему посвятить сегодня не могу. Но советую обратить на внимание. Если вы вдруг пишете не на Ruby, а на Python, например, Stimulus Reflex уже клонировали для Django. И там тоже он неплохо развивается. К вопросу о том, что Ruby заражает. Значит, у нас теперь снова все в HTML-ах. Кучу шаблончиков кладем. Что-то там с ними делаем, по сети отправляем, на паршу разбиваем. В общем, короче, папочка Tempoi, там Views точнее, она растет, растет, растет. В ней сложно разобраться. Надо что-то с этим делать. С этим мы берем идеи из фронта. Конечно же, почему нет. И приносим в мир Ruby компоненты, HTML-компоненты. Конкретно здесь пример реализации из гема View Component. И этот гем разрабатывается GitHub при участии сообщества. И используется на самом GitHub. Грубо говоря, там кнопочка Merge Pull Request или Open Pull Request под капотом требует нескольких файлов на Ruby, HTML, CSS и так далее. Может быть, кажется, звучит избыточно, но можно посмотреть доклады Джоэла Холксли, который, по-моему, директоров инжиниринг, дизайн, тим, что-то такое. Короче, отвечает за все, что видите в браузере. Он наглядно объясняет, почему переход на такую штуку сделал GitHub лучше. Хотя, может быть, вы и не заметили. Выглядит это примерно так. У вас есть Ruby код, который вы передаете пропсы, говоря реакторским языком. Там могут быть какие-то дополнительные helper методы. И отдельно у вас есть HTML. А есть отдельные библиотеки, которые позволяют все это в одном файле писать. Или, ну, короче, обвязок над этим много. Это просто базовая реализация. Из плюсов, опять же, это можно тестировать, что мне нравится. И можно прикручивать всякие штуки типа сторибуков. Прям настоящий сторибук, как во Фронте. Там есть свои превьюшки более лаконичные. И, в общем, работать это как с библиотекой компонентов. Ну и осталось 30 секунд. Давайте перейдем к плитс-части. Давайте шагнем на шаг выше. Поговорим, а какие тенденции у нас в архитектуре. Мы по-прежнему делаем монолиты. Или как там они назывались? У них еще было слово. Необелиск. Какое-то было еще интересное слово. Забыл. Кстати, кто вспомнит, тому подарю носки. Там картинка еще такая с черным большим камнем. Нет, никто не помнит. Ну, да, иллюстрация похожа, но называлось это не монолит, а какое-то другое слово. Нет, никто не помнит. В бейскемпе был пост с этой картинкой. У меня почему-то глобелиск, но нет, другое. Ну, монолит. Нет. Короче, если кто-нибудь вспомнит, скажите. Я что-то забыл, вылетел из головы. Так вот, а что в Руби-то? В Руби какая тенденция? Ну, на нашей, по крайней мере, практике, такой злой марсианской и, не знаю, теми разработчиками, с кем я общался в эпоху оффлайн-конференций по всему миру, то есть давно, на самом деле, тенденция примерно такая, что прошла вот эта волна хайпа вокруг микросервисов, люди побежали, к обрыву сбросились, остальные остановились. И остановились они, чуть-чуть отбежав от монолитов, вот где-то посередине. Посередине это модульные монолиты. Монолиты, которые, в общем-то, с точки зрения организации, кода и логики, это отдельные потоприложения, но запускается это все вместе. Ну, или там можно, конечно, флагами настроить, запускать отдельно в теории, а потом разнести на микросервисы, и такие есть идеи. Но на практике все остается в рамках монолита. Так работает, например, Shopify, самый известный модульный монолит на Ruby, о котором мы уже упоминали, в котором работает Тоби. Ну, как работает? Владеет, скорее. Тот самый. И многие другие проекты. И надо сказать, что сейчас, как бы, на работе часто приходится сталкиваться с монолитами, и все чаще приходят люди, которые говорят, вообще-то мы хотим распилить аккомпаненты, помогите нам. И уже, если раньше действительно приходили и говорили, давайте, может, на микросервисы, то сейчас уже не приходят с микросервисами, ну, практически, только если это реально нужно. А вот с монолитами, с модульными, становится все больше. И инструментарий для этого улучшается. Ну, и плюс, опять же, да, Shopify работает в этом направлении. Я жду, что они сделают что-то, что будет прямо в рельсе из коробки позволять это делать классно, удобно, и без десятков дополнительных костылей, которые сейчас нужно делать, чтобы все работало хорошо. Вот. Ну, опять же, да, об этом тоже есть отдельный доклад, я даже не делал на него ссылку. Можно гуглить по картинке, наверное. И про дипло я еще немножко хотел поговорить. Вот. Сейчас, ну, опять же, да, мы начинали там давно, было это полчаса назад, там про FTP вспоминали, про Капистрана. Раньше нам этого хватало, сейчас, конечно, у нас там новый мир, контейнеры, кубернетосы, хреновая туча клонов Хироку, каждый, который имеет свои недостатки. Ну, Хироку сам не идеален, поэтому, собственно, и с него люди мигрируют. Хотя, казалось бы, да, вот Хироку, кстати, тоже штука из мира Ruby и рельсов, в общем-то, которая дала разработчикам возможность деплоить вот этой одной магической командой гид-пуш, и так их расслабило, что теперь привыкать к новым методам деплоя становится, ну, не так просто, да, особенно, там, каким-нибудь кубернетосом. Вот. И в мире Ruby вообще уже не первый год ходят вот эти разговоры, нам нужно что-нибудь в рельсе, канонический способ деплоить куда угодно. Хоть там в Хироку, хоть в кубернетос, хоть, там, не знаю, что там, с редкого такого, как-нибудь Fly.io еще есть, там, хатчбоксы. Короче, вообще много такой эзотерики. Вот. Или на голый Amazon, или не на голый ECS. Короче, реально, вариантов много, люди хотят, чтобы было прям вот все классно, как раньше с Капистрана. Вот. Ну, конечно, это вряд ли случится, потому что унифицировать все способы деплоя, ну, как-то практически невозможно. Ну, точнее, это докером уже сделали, но народ все равно не нравится. Он у каждого все равно свой, да, даже Хироку, это не совсем докер, хотя там он есть, ну, как бы, такое. Вот. Но в одном направлении конкретно есть некоторый прогресс. Крайне мере, мы только в самом начале пути, но мне кажется, здесь есть некоторое будущее. Штука, которая называется куби. Куби – это попытка, скажем так, применить старый добрый девиз Rails, блок за 15 минут, к проблеме деплоя. Деплое в кубернетос с нуля за 15 минут. И, ну, как бы, забегая вперед, здесь нет ссылки на статью, которая выйдет через неделю, потому что иллюстратор продолбал сроки. Обязательно почитайте, за 15 минут с первого раза не получится. У меня ушло несколько дней. Но они все пойдут на пользу, все пошли пиарами в сам кубе, и я где-нибудь через полгодика. Вот все будет действительно так, как у них написано. Вы определяете небольшой конфиг, который в основном состоит из описания креденшалов. Типа там, как мне в докер пушнуть, как мне подключиться к кластеру, например, там, на DigitalOcean, и плагинчики. Да, вот это все как бы реально работает. По модуле нескольких фактов. И написав этот код, вы делаете там пару команд, и кубе за вас там придумывает, как написать докер-файлы, большие, сложные, но хорошо написанные. Там есть над чем работать, но они работают. Подключается к кубернетусу, там, настраивает ингрессы, сертификаты, менеджеры. В общем, все, что нужно для того, чтобы задеплойить ваше приложение. И, конечно же, все там сервисы, деплойменты, что там еще, конфиг мэпы, сервис аккаунты. Короче, знаете, там кубернетус, если словарь открыть, название, наверное, 40, может быть. Только в ядре. Это без собираторов еще. И это все реально задеплоится. И это работает. И я до этого кубернетус старался вообще стороной обходить. Я когда-то давно пробовал, мне не понравилось. Потом увидел куби, и мне там люди начали писать, а давай сделаем кейбл куби, чтобы прям вот так вот работало. Я думаю, ну, блин, надо сделать. Ну, сделал. Заодно разобрался, как это работает. И, в принципе, сейчас, если вот так использовать кубернетус, а не через хельм и прочие ады, то, вообще говоря, можно жить с этим. И не хуже, чем с Хироку. Вот. Так что, если это будет, там, пусть не частью Rails, но полноценным фрейворком рядом, который можно добавить вот одним конфигом, одной строчкой, это же классно. Мы станем деплоить кубернетус круче всех. Вот. Это про деплой. Давайте задам вопрос. Но не этот. Там будет несколько просто интересных ссылок. Но, кстати, на этот тоже можно заверить. Давайте про удобный деплой в кубернетус. То, что я здесь вот нарисован, это модным словом сейчас называется infrastructure as code. Можете назвать примерно других инструментов, может, на других языках, которые исповедуют этот подход? Давайте подсказка. Есть один на букву П, очень популярный. Только я не слышу. Может? Не, Puppet это про другое. Это про провижение, как бы железок, ну, как бы окружение. Он, кстати, да, тоже как бы. Ну, да, но я имею в виду про куб. Давай. Хорошо, за Puppet, ну, у тебя уже есть носки. У меня есть, на самом деле, еще три футболки, но я думаю, для них мы какие-нибудь поинтереснее вопросы в конце придумаем, уже после доклада. За доклад надо раздать носки. Нет? А никто не... А кто деплоит в Kubernetes? Хорошо, давайте начнем с далека. Кто деплоит в Kubernetes? А, счастливчики тут все. А вот чем вы деплоите в Kubernetes? Да. Ну, расскажите, как вот, ну, что у вас там, хельмы, и там, куб, CTL, без каких-то дополнительных сверху. Просто CI настроили один раз, админы магические, вы туда не ходите. Ладно. Хорошо. Давайте тогда назад вернемся в историческую часть. Вот Puppet уже упомянули. А еще пример Infrastructure, скот на Ruby, но не Puppet. Но, шеф. Вот это, как говорится, like a boss. Да. Да, ну, я их не упоминал там в начале, да, это тоже как бы классные штуки, написанные на Ruby. Кто-то использует, наверное, до сих пор. Ну, ладно, давайте вернемся к большому вопросу, и сразу давайте раздавать носки. Ну, что у нас клевого сейчас, да, вот, ну, в современном Ruby происходит вне веба? Кто-нибудь знает? Что бы вы сюда упомянули? Как вы думаете, что там у меня за целых три слайда? Ну, ну, это не сейчас, это уже старое, я имену прям вот такое, свеженькое относительно, то, что еще сейчас на хайпе. Нет, он не очень, он происходит, но пока что-то серьезное не поменяют в языке, он не будет на хайпе. Хотя, если мы займемся этим серьезно, ну, я не знаю. Мне иногда посещают такие мысли. Вот. М? Да, нет, они есть, но нужно, чтобы кто-то за ними стоял, кто-то их использовал. Есть еще Kiba, Kiba, ETL, инструментарий, тоже целый большой фреймворк, кстати. Он неплохо развивается, француз его пишет, забыл имя сложное, французское, на Т. Вот, Kiba, по-моему. Ну что, никто вообще за Руби, ничего про Руби не знает, да? Ну ладно. Что-нибудь вам расскажу. Вы играете в игры? Кто, у кого Steam установлен, давайте, простые вещи. У вас много, всем носков не хватит. Ну вот, тут дата стоит, 30 ноября, через несколько дней на Steam поступит, там, не знаю, в продажу или бесплатно, я честно говоря не знаю, клевый платформер под названием SuperBombinies. он уже довольно много лет развивается, я за ним так послеживаю, одним энтузиастом-бразильцем. Вот эта платформер, которая написана на Руби. Чувак написал парочку библиотек, одна из них обвязка над какой-то там графической, либо, конечно же, он не с нуля там написал работу с графикой. По-моему, я вот не помню, либо здесь ГОЗу, либо в следующем слайде. Вот один из них точно использует его, да. Не помню точно, честно говоря, какой. Я только читал, не пробовал. Вот. В индустрии игр. И этот проект, он прикольно развивается, он работает, и автор часто пишет на Reddit, обычно о нем какие-то там прогрессы, условно, новые версии, отвечает на вопросы, и он отлично объясняет, а почему на Руби, как бы все там спрашивают, чувак, нафига на Руби, ты дурак что ли? А он говорит, а потому что на Руби, ну я один раз там, да, пока похматился, в библиотеку обвязку сделал, красивую с DSL, а теперь мне типа игру писать, это просто, короче, кайф, там как бы все как будто текстом описываешь, потому что это Руби, потому что я могу реально, вот я придумал, как я хочу описывать игру, каким формальным языком, и я его на Руби реализовал, и теперь им использую, и у меня игра там крутая, я его там в Steam уже выложил, там редактор карт есть, вообще, короче, полный фарш. Вот. Продолжая тему игр, есть отдельный фреймворк, называется Dragon Ruby, он уже там сложнее, по-моему, за него надо платить, ну, иногда там какие-то бесплатные версии есть, но он, скажем так, там для другого немножко уровня игр, на нем много чего пишут, у них там много довольно ссылок, ну, понятно, что это там не игры под PlayStation, но у этих игр тоже есть своя аудитория, и это, в общем-то, развивается, то здесь как бы прям, если там все-таки в основном это один чувак, там не знаю, есть ли кто-то, кто еще пишет эти платформеры на его библиотеках, то здесь это уже там растущее сообщество. Я упустил момент, они в какой-то момент объединились или поглотили там друг друга с Ruby Motion, старый еще себе библиотеки для написания iOS-приложений на Ruby, но они как-то живы теперь вместе, то есть на сайте, если зайти, то там и туда, и туда можно уйти, но подробностей не знаю. Ну, еще продолжая творческую, как сказать, составляющую Ruby, в общем-то, нельзя не упомянуть вот эту штуку, кто знает, что это? Ярослав ушел, может быть, он знал? Нет, нет, электронная музыка, никому не знакома. Это же Sonic Pi, это Sam Aaron, это человек, который собирает Альберт Холл, становится с ноутбуком, открывает программу, в которой интерпретируемый код на Ruby под капотом Erlang машина, это видно, кстати, справа, там они улоги еще выводятся, а здесь еще эликсировский дашборд он прикрутил, потому что эликсир это Erlang, и он сидит, и Life Music делает просто, на полный Альберт Холл, короче, человек, понимаете, да? Это просто офигенно гениальное применение Ruby, применение Ruby, чтобы писать музыку, ну, в реальном времени. Я пробовал один раз, кстати, на питерском этапе, года три назад, но это сложно, тут как бы никакие музыкальные навыки не работают, это нужно прям понимать вот эти вот там, как еще вставить куда, но это круто, вот, ну ладно, посмотрите, если тем более вы увлекаетесь электронной там музыкой, или просто музыкой, просто там хочется какой-то шум поделать, посидеть и потупить, вот код написать, а он музыку издает, блин, это классно. К самому главному вопросу, тут вот еще просто это не мне писали, мне друг скинул, я поржал. Ну, HR у нас, знаете, они такие, не всегда компетентные, иногда они говорят, ну, знаете, может вам просто систему всю переписать десятилетнюю на другой язык, потому что мы что-то не смогли вам рубистов найти. Ну, как бы у вас там коды, ну, подумаешь, там, не знаю, пару десятков тысяч срок, как бы, кода там, так сказать, племенного знания в это зашито, никто не знает вообще, зачем и как это работает, давайте перепишем все. Не знаю, на что, они не предложили, на что? Ну, я не знаю, на го, наверное, на го. Руби на го, знаете, там истории такие, такси одного переписывали до сих пор. вот, что на рынке? Что на рынке? Много носков, их можно продавать на рынке. Ну, действительно, как бы, ситуация такая есть, но я вначале сам говорил, что проблема-то не в том, что разработчиков мало, а рабочих мест просто как-то резко стало больше. По некоторым конкретным причинам не будем их называть, да, кто-то там расширяется, скажем так, за счет того, что куплен другими побольше. Вот, и, ну, рынок пустеет, плюс пандемия, открытый мировой рынок, работа удаленно, дешевые постсоветские кадры, это, конечно, все влияет, особенно на рынок здесь, в России, но это точно не связано с тем, что у нас количество разработчиков падает. Оно не падает, оно, в принципе, по-прежнему растет, может, не так стремительно, как спрос, это точно, но какого-то большого коллапса здесь нет. Это, я думаю, в течение ближайшего года все нормализуется. Мы выйдем обратно на ситуацию, когда не пять офферов на человека, не знаю, примерно один к одному. Это нормальная ситуация. Будем с ней жить. Вот. Но об этом можем поговорить потом. Там у меня был слайд давно, за который я начну раздавать носки. Где было генеалогическое дерево Руби. Так вот, кто там был в предках? Предках, давайте. За каждого по паре. Первого. Ну, тебе я и так могу дать, ну, ладно. Так. Не, смолток, это не совсем верно. Работает? Так, вот 80, эта девушка сказала, смолток 80. Да важно, потому что это на самом деле разные языки. Ну, как бы они там похожи, конечно, но, извини, это разные языки. Так, и вот кто-то сказал питон, я не услышал. Ну, у тебя есть уже. Давай, можем кому-нибудь передать. Хорошо, давайте. Кто? Как-то. Так. Вот, хорошо. А сейчас мы пойдем в другую сторону от этого дерева. Как бы, Руби уже давно не тупиковая ветвь, не лист этого дерева, он промежуточный узел. И у меня есть еще пару пар. Да, наверное, за первые два я буду давать пары носков, а за остальные мы... Ну, тебя есть уже. Ну, ладно, ты можешь поделиться с кем-нибудь. Второй. Так, эликсир, я не знаю, кто у меня там следующий на свадьбе, поэтому... Что ж такое-то? Давай, короче, мы сделаем так. Представь, что ты невеста на свадьбе, если тебя это не обижает, извини. И бросай просто назад вот эти две пары, которые ты получил. Кто поймает, на Руби писать будет. Кристалли, да. Так, второй ушел мимо. Отлично. Так, эликсир, кристалл... О, черт, спойлер. Да, Свифт, на самом деле, много чего позавистовало у Руби. Он как бы не прямой, может быть, потомок, да, но он там двоюродный племянник. Или правнук. И, да, на самом деле, Rust, так мы очень неоднозначны, там есть и синтаксические заимствования, там... И заимствование команды, безусловно, и идей, идеологические, я бы сказал, потому что, когда я, например, только начинал там знакомиться с Rust, у меня было такое ощущение, особенно после там испробования там Go всякого, что типа, во, блин, как удобно все там, типа, карго, как классно работает, как бандлер, прям так все знакомо, все круто, короче. Ну, это вначале так кажется. Вот. И зачем я здесь всех изобразил? Мы говорили как бы про роль Ruby, инновации Ruby вообще в мире веб-изработки, но по большому счету инновации Ruby, они как бы, можно сказать, дальше проецируются на тех языки, которые, на которые он оказал максимальное влияние. И они не менее, скажем так, важны с точки зрения там взаим... вдохновения для там, ваших других там даже экосистем, потому что у них тоже раздаются классные, клевые идеи, скажем так. Вот эта вот фишка заражать своими идеями других, она, можно сказать, передается по наследству. И в этих языках тоже можно почерпнуть много чего классного. Вот. Так что в завершении могу сказать, что идейку мы съели, по Ruby проговорили. Надеюсь, вы пойдете, посмотрите что-нибудь про ссылки и вообще. И спасибо. Я жду вопросы. Если мне еще позволят послушать вопросы. Позволят, позволят. Потому что я думаю, что за лучших три вопроса, то есть давайте будет их больше трех, ну коротких. Слушай, у меня немножко такой абстрактный вопрос. Давай. Кто-то знает, есть такие часы, часы судного дня, которые показывают, сколько осталось в земле, вроде как жить, до ядерной войны какой-то. Как ты, и по-моему, у земли там что-то в районе двух минут до конца света осталось. Абстрактная штука. Как ты думаешь, если мы спроецируем сейчас Руби на вот такие часы, сколько Руби осталось жить, ну то есть где сейчас находится часовая и минутная стрелка, и что может повлиять на то, чтобы часовая стрелка приблизилась к 12 часам? Кто похоронит Руби, чем? Спасибо. Да, хороший вопрос. Ну, слушай, как бы сложно сказать какие-то значения, да, там без каких-то других там значений для других языков, но неважно. Абстрактный вопрос, как ты думаешь. Давай я немножко перефразирую. Я бы скорее это представлял как некоторые песочные часы. И, ну это не для Руби, это для любого языка верно. И у каждого языка на самом деле вот этот песочек, да, он идет, идет, идет. И на то, сколько же, когда мы достигнем дна, влияет несколько факторов. А это фактор камушка, да, который может попасться в песочке и замедлить это движение. И я думаю, что сейчас, вот Руби 3 и все, что происходит, это скорее вот этот камушек. Вот это вот мы действительно теряли какие-то свои позиции, там можно было сказать, там Руби мертв, не на ровном месте возник, это не просто, как бы кто-то решил, что давайте так будем говорить, это прикольно. Конечно, Руби как там система язык, он не сильно развивался там, вот этот период. Потому что был пик, пошел спад, но сейчас есть развитие, оно очень, как бы за последние там 5 лет, оно максимальное, наверное, я бы сказал, что это вот этот камушек. Песок еще есть, он стал падать медленней, и тут дальше интересный вопрос. У нас не простые часы, у нас часы, которые можно вот так пил, и они перевернутся. И вот этот пил, он может произойти, в общем-то, с любым. Произойдет ли он в Руби, если так говорить, то что вот у нас в Руби 3 вышло, естественно, кортим думает над Руби 4. У Руби 3 была мантра, быстрее в 3 раза, чем Руби 2. Ее выполнили, как говорится, статистику и цифры можно притянуть, и чтобы все сошлось. Окей. Что с Руби 4? А Руби 4 цель Матса, собственно, можно сказать, вернуться к изначальной идее. Улучшение так называемого DX, Developer Experience, это инструментарий вокруг языка. Это в том числе и типы, это там форматоры какие-то, еще какие-то инструменты, которые помогают писать код, работать с кодом, анализировать. И если здесь Руби сможет, ну, во-первых, вот это там касательно типов, да, уже есть инструмент Type-Pro, который позволяет как раз-таки выводить типы там на сколько-то пока процентов автоматически. Если, например, вот что-то из этого дойдет до ума, появятся какие-то новые штуки, принципиально новые, которые еще нигде не были, и они будут, ой, извиняюсь, частью Руби 4, это может стать вот этим самым толчком, который перевернет эти самые наши песочные часы, и время пойдет заново. Сможет ли это произойти или нет? Ну, ближайшие, наверное, 5 лет мы это узнаем. Вот. Большое спасибо за ответ. Ждем вопросы. Привет. Обвиняясь с первой темой про образование, хотел спросить следующее. Вот ты для человека, который хочет войти в IT за следующий год, чтобы потом через 5 лет, через 5 лет, хорошо жить. Какие топ-3 языка все-таки лучше изучать ему, если он ничего не знает в программировании и хочет стать айтишником в Твери и вообще? Вот. И какое место из них Руби, если оно есть? Вот. Такой вопрос. Ой. Хочется сказать, что ответить русский, английский, испанский. Но, хотя испанский – это актуально для Нью-Йорка, ладно, и Калифорнии. У меня формулировка просто сама, типа, я человек, я хочу войти в IT, чтобы потом хорошо жить. Меня, честно говоря, печалит. Ну, это сегодняшняя правда, от этого никуда не уйти. Действительно, люди идут в IT, чтобы хорошо жить. Они думают, что действительно будут хорошо жить через следующие 5 лет. Я думаю, что, ну, 5 лет, наверное, еще да. А дальше посмотрим. Кстати, я думаю, эти люди как раз не выгорят, потому что выгорают идейные в основном. Вот. Про место Руби. Ну, вот в конце я говорил про рынок, да, что потребности есть, она никуда не денется. Вот эти, я упоминал, да, что там мы хотим переписать с Руби на ГО, там на микросервисы. Эти же ребята отлично пылесосят рынок до сих пор рубистов. Почему? Потому что, ну, нельзя большие, огромные системы, которые уже написаны на Руби, взять и там и выкинуть и переписать. Это, ну, это нереально. Есть примеры там из зарубежной, да, там тот же Shopify, GitHub, там Basecamp и прочее. Ну, наверное, они бы хотели, может быть, переписать действительно и сэкономить там 50% чека на инфраструктуру. Хотя на самом деле у них там меньше, да, как они считают. Но это невозможно. То есть с точки зрения там рынка и трудоустройства у Руби перспективы хорошие, да и, в общем-то, конкуренция, ну, вот на сегодняшний день, она ниже. Я плотно там общаюсь с одной школой рубистов, и знаю, что там условно, можно сказать, за выпускниками реально стоит очередь из офферов там больших компаний, которые там активно набирают на рубистов. Практически без опыта, но типа, чтобы их у себя там поднатаскать, вызвать им специалистов, которые их там еще подучат на месте, такие тоже бывают, вот, и как бы получить в итоге там через год хорошую команду, готовую вкладываться, чтобы забрать людей сейчас. То есть конкретно в моменте Руби есть, ну, фронтенд он всегда как бы, потому что фронтенд, его плюс, ну, фишка в том, что независимо, что у тебя на сервере, на клиенте у тебя, надо верстать, там, CSS-ы, JavaScript-ы, реакт по-прежнему никто не может бросить, вот. Ну, и третье с точки зрения, наверное, Go, Go тоже как бы, как некоторый стандарт того, что мы используем, чтобы вынести тяжелую какую-то штуку в микросервис, ну, да, можно сказать, здесь Go победил. Кто-то может быть думать, что Rust, но не, ну, как бы, тот и рынка особо нет, и учить его, это интересно с академической точки зрения, вот, ну, наверное, не как способ войти в IT. Так, правильно же я понял, что короткий ответ от первого до третьего места это будет Ruby, JavaScript и Go? Не, ну, смотри, давай расширим, и, конечно, внесем туда Python. Нет, Python как, ну, понимаешь, все очень зависит, веб он разный, да, Python, очевидно, это первый, если вы хотите, а, в Яндекс, б, заниматься имейлем. Ну, в Яндекс, наверное, проще всего через Python попасть, ну, в Front тоже, через остальное сложнее. Ну, да, то есть, как бы здесь, то есть, зачем вроде вопрос задан, то есть, если говорить, зачем получать много денег, то тогда я бы остановился на Goor и Ruby, и потом, может быть, Frontend, потому что, на самом деле, на Ruby сейчас нормально все, к сожалению. Вот, ну, рынок, ну, там, каком-то локально перегрет, скажем так. Это спадет, но пока это так. Вот. Спасибо. Еще вопросы? Да, ну, там, как, всех, я думаю, успею. Я, 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 можно я... Ну, ну, давай. Не знаю. Я думаю, опять же, то есть, если вы готовы эту команду, условно, сколько-то воспитывать, да, например, ну, то есть, с какой-нибудь школы, на букву Т, можно взять, я, ну, я бы, например, если у меня была возможность воспитывать команду, я бы, в принципе, взял и за какой-то срок, там, до полугода превратил их, там, в единицу боевую после выпуска оттуда. Ну, я просто там работал, я знаю, ну, как праймери на тот момент, да, это окей было давно, но это за сфинкнетика. Изначально школа, которая специализировалась на продвинутых курсах по Руби, где, собственно, я там вел, сейчас там учат другому про другое ничего сказать не могу, про Руби там, ну, было классно, там сильный довольно курс, который дает классного джуниора, который готов прям вот, типа, работать. Ну, джуниор в общем понимании, вот, и опять же, ну, как бы, из других школ, наверное, я не знаю, то есть, ну, хекс хороший, но он чуть менее базовый, то есть, более базовый, то есть, там, как бы, не такая глубина дается, меньше, скажем так, каких-то практических вещей, но, если совсем джуниор, но именно взять команду, типа, на улице, ну, это нужно как-то прям затрудничать, видимо, с кем-то. Ну, или, или следить за тем, кто, так сказать, теряет своих разработчиков из-за каких-то конфликтов, такие истории у нас бывают, есть, что люди уходят большим количеством из компаний по каким-то причинам, но это нужно иметь хорошие осведомители и слухи и так далее, чтобы вовремя, так сказать, подсуетиться, вот, но если про школы, да, ну, я думаю, просто со школами, если вам прям реально это интересно, нужно партнериться каким-то образом участвовать в этих курсах, то есть я когда, например, был в школе и работал, я знал этих людей, я там потом на предыдущее место своих работ рекомендовал, у меня там вот компания TeachBase, где я начинал, я там был техническим директором до Марса, и там сейчас команда разработки, они все из Финкнетики, там, типа, ну, пробисты, там, ну, уже доросли, соответственно, до уровня, там, Team Lead of и CTO нового, которые изначально прошли этот курс, это у них там чуть ли не первое место работы на Рубе было, то есть у них у кого-то был там опыт на других языках до этого, ну, они прошли как бы вот это боевое крещение, и сейчас вся команда оттуда, например, вот, но это требует как бы некоторых усилий, и вот, ну, именно вовлечения именно в процесс вот этот, потому что там, условно, из 20 человек 2 будут суперкрутые, еще 5, которых можно подтянуть, остальные, я бы кому-нибудь другому отдал, нет, я плохого не посоветую, поэтому пусть сами ищут, вот. Давайте тогда последний вопрос, у нас у вас микрофон, потому что у нас тут славя, и у нас тут, Как ты думаешь, будет ли Рубе расширяться в какие-то сферы? Почему, да? Ну, я слышал вопрос, будет ли Рубе расширяться в какие-то еще сферы, ну, я не исключаю все еще, и это, кстати, тоже может быть той штукой, которая перевернет часы, и что Рубе все-таки смогут приспособить к ML. Ну, не могу сказать, что здесь прям большие перспективы, то есть есть много написанного готового кода, нужно, чтобы кто-то вот, короче, классный взял это, применил, и начал, короче, рекламировать, то есть, ну, так работает это. Питон взяли в больших компаниях, и все знают, что, ну, Питон там, типа, ну, везде, да, на e-mail, Питон, сказал немножко, Java, вот, а Рубе никто пока не взял. Если кому-то это, кто-то осмелится это сделать, да, не знаю, там, не знаю, у меня Яндекс возьмет, скажет, слушай, давай питонистов выгинем всем, давай на Рубе ML писать к Яндексе. Я скажу, конечно, ребята, я всегда этого ждал. Ну, чего? Ну, это, кстати, неплохой вариант. Мой начальник просто, моя начальница, она не нравится ей такие разговоры, что я там в Яндекс уйду. Тем более она там предвзято относится к ним. В хорошем смысле. Вот. Какие-то еще сферы, ну, опять же, Япония, классная страна, там вообще все на Рубе. Микроконтроллеры, роботы, кофеварки, там это все уже давно есть. Почему это не уходит дальше? Ну, массово, по крайней мере. Сложный вопрос. Потому что, по той же причине, по которой изначально Руби из Японии долго не выходил, чтобы вышел Руби из Японии, там, швед придумал рельсы. Чтобы выйти Руби для микроконтроллеров из Японии, нужно найти еще кого-нибудь Норвега, который придумает Руби Репай, да, грубо говоря. Ну, то есть, нужно что-то. К сожалению, вот здесь проблема еще немножко языка. он из довольно-таки традиционной восточной страны, которая классно живет сама по себе, и ей на остальной мир более-менее пофиг. У них там Руби в университетах везде. Там, как бы, Руби, там все классно. Но у них нет цели, чтобы это было вовне. Зачем? У них все для себя классно. То есть, вот как бы, если бы это было в Америке, например, нас бы уже давно пичкали со всех сторон Руби. Там по-другому не умеют, там пропаганда так работает. А в Японии нет. Там им хорошо просто, чтобы было себе хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, ну, давайте, блин, у меня есть три футболки. Они разного цвета. Я подарю белую за первый вопрос человеку в черном, потому что нужно иногда быть белым. А человеку в светлом я подарю черную. И, так, ну, и последний вопрос. Ну, блин, ребята, у нас нету большего мерча, да? У нас уже кончилось, да? Такой спрос, такой спрос. Я все-таки отдам, я вам подарил название школы, к которой можно пообщаться. Вот, вам футболку. Спасибо большое. Был очень рад пообщаться. АПЛОДИСМЕНТЫ